Всем добрый день! Меня зовут Олеся. Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня предлагаю приготовить вместе со мной праздничные пасхальные куличи или пасочки, как их еще по-разному называют. И для приготовления буду пользоваться старым рецептом, я бы даже сказала классическим. Такую технологию приготовления предлагают во многих старых рецептах, датируемых даже концом позапрошлого века. Для приготовления первым делом нужно подготовить муку. Для начала 750 грамм муку обязательно просеиваем. Можно даже это сделать на 2 раза. Подготавливаем муку. Муку желательно брать с хорошим содержанием белка. У меня белок в муке 12. От этого будет зависеть волокнистость, хороший подъем теста. И, конечно же, предлагаю, как всегда, такую выпечку готовить с хорошим настроением, в спокойной, приятной обстановке, чтобы вас ничего не отвлекало, не раздражало тем более. Чтобы дома было тихо, спокойно, как моя бабушка говорила, чтобы была тишина. Поставим опару, берем 250 миллилитров теплого молока, тепленького, чтобы приятно было опустить палец. Добавляем к теплому молоку дрожжи живые. Желательно использовать для такой выпечки дрожжи живые. У меня 34 грамма. Если будете использовать сухие, берите 11-12 грамм. Смотрите по пачке, по упаковке. Если пачка рассчитана на 800 грамм муки, можете смело использовать целую. 200 грамм сахара общего количества. Добавляю ложку одну. Размешиваю и добавляю муки. Грамм 100. Размешивайте, чтобы дрожжи полностью растворились. Добавляю 3 хорошие ложки с горкой. Грамм 100 муки. Делаем такую консистенцию. Добавляем в дрожжевую болтушку 3-4 столовые ложки муки. Делаем такую, чтобы она немножечко тягучая была консистенция. В тепленькое место оставляем обязательно, чтобы было тепло, без всяких сквозняков. Еще потребуются следующие продукты, которые вы видите у меня на столе. Это 5 яиц, 4 целых яйца и 1 желток. Белок идет для глазури. Сливочное масло, мягкое, полурастопленное, 200 грамм. Ростительное масло, 2 столовые ложки на до замес. Ароматизаторы по вкусу. У меня это ванильный сахар, 20 грамм. Еще капельку капну вместе с ромом жидкой ванили. Ром 25 мл. Щепотка куркумы. И неполная чайная ложечка соли. Яйца я уже помыла, опустила их в теплую воду. Теперь нужно отделить желтки от белков. Соль сразу можно всыпать к муке и размешать. Отделяем белки и желтки. Я буду делать при помощи ложки разделителя. Можно рукой, кому как удобно. Четыре белка. Один белок оставляем для глазури. Отделили один белок, оставим в холодильник пока. Желтки соединяем просто. Вливаем сюда ром. Куркуму. Ванильный сахар. Я еще добавлю капельку жидкой ванили. Это не обязательно. Я люблю классический такой вкус. Ванильный, ароматный мякиш и изюм. И добавляем сюда сливочное масло. Масло не нужно чересчур растапливать было. Просто вот до такого мягенького состояния. Если останутся крошки, ничего страшного. Теперь берем белки и взбиваем. Взбили до небольшой пены, до посветления. И постепенно всыпаем сахар. Взбиваем в течение нескольких минут. Белки теплые. Яйца, как я сказала, желательно брать теплые. Потребуется немного больше времени для взбивания. Но чересчур каких-то крепких устойчивых пиков здесь не требуется. Взбиваем до следов на венчике. Чтобы сахар практически полностью растворился. Но вот масса все равно она была текучая. Не нужно, чтобы здесь были прям очень устойчивые белки. Тем временем опара подошла. Переливаем опару сюда. Мне потребовалось буквально минут 25. Пока опара подходит, как раз за это время можно подготовить все другие продукты. Перемешиваем. Нежно. Посмотрите, какая прелесть, какая нежная масса получается. Не пренебрегайте этим шагом. Обязательно сделайте именно так, как я советую, как советуют старые книги. Именно взбитый белок. Добавляем теперь жиры. Можете добавить цедру лимона, цедру апельсина, если любите. Я не люблю перебивать вкус вот этой вот ванильной сдобы цитрусами. Нежно все перемешиваем. Такие вещи желательно делать нежно, аккуратно. Как я уже сказала, с хорошим настроением, с любовью. И тогда все у вас получится. Всыпаем муку. Я это буду делать через сито. Чтобы еще более воздушной сделать муку. Вы видели, что я один раз ее просеяла. И второй раз тоже буду вводить через сито. Это не обязательно. Но советую делать именно так. Мы выпекаем куличи не каждый день. Это такое вот воздушное тесто получится. Очень хорошее. В общем, улучшит структуру мякиша. Вот такая вот воздушная мука. Постепенно вводим муку порциями небольшими. Всю муку. После того, как ввели всю муку, нужно будет добавить растительное масло. Я это уже делаю руками. И соберите тщательно все остатки теста. Не бойтесь, тесто должно первое. Вот такое вот жидковатое получится на первый взгляд. Оно такое и должно быть на первый подъем. Просто тщательно соберите со стенок посуды, в которой делали замес все остатки теста, чтобы не мешало подъему. Прикройте полотенцем, крышкой, пленкой, чем вам удобно. И оставьте в теплое место на первую расстойку. Для этого ориентировочно потребуется 1 час. Пока тесто подходит, подготовим изюм. Изюм я тщательно промыла, несколько раз удалила все хвостики, если они вдруг попадаются. И заливаю чистой кипяченой водой из чайника. Количество произвольное. Ароматизирую воду ванилью. И немножечко рома также добавлю. Оставляю постоять минут на 15-20. Можно добавить также кусочек лимона, либо лимонную цедру. После этого воду сливаю. И тщательно просушиваю изюм. Не бойтесь его вот так прямо отжать. Удалить все излишки влаги. И просушите бумажными, либо обычными полотенцами. Подготовленный изюм подсыпаю мукой. Это дополнительное количество муки. 100 грамм. Тем временем, тесто первый раз вот так шикарно подошло. Обминаем его тщательно. И всыпаем подготовленный изюм. И остатки муки. Дополнительные вот эти 100 грамм. Слегка вымешиваем в течение нескольких минут тесто. Делаем такой до замес, как я его называю. И оставляем тесто на второй подъем. Тесто не должно быть по структуре плотное. Оно такое влажное должно и быть. Снова убираю все остаточки теста со стенок посуды. Подсыпаю мукой поверхность. И оставляю еще на второй подъем на 1 час. Формы буду использовать для выпечки вот такие вот бумажные. Я их смазываю остатками сливочного масла. Просто прохожусь кисточкой. Мне так нравится больше. Куличи потом очень хорошо вынимаются. И вот эта вот бумага не подлипает. Тесто подошло второй раз через 1 час. Снова его обминаем. Делаем вторую обминку. Вот такое оно влажноватое. По структуре очень нежное и воздушное получается. Посмотрите, я хочу вынуть тесто на рабочую поверхность, чтобы было удобно поделить на кусочки. Оно вот прям живое. Дрожит под руками. Я делю на кусочки произвольно. Формы заполнять буду примерно наполовину. Больше не выкладывайте тесто. Тесто очень хорошо подходит. И половину формочки это максимум. Я слегка подсыпала рабочую поверхность мукой. И аккуратно формирую шарики. Выкладываю тесто в формочки. Если вдруг вам кажется, что вы маловато выложили тесто, просто добавьте небольшой кусочек вниз. И аккуратно разровняйте рукой. Форму желательно поставить на лист, уже в котором вы будете выпекать. Я поставлю просто на лист от духовки. У меня получилось 2 большие формочки. Они у меня размером диаметр 14, высота 10. И 4 формочки маленькие или средние. Диаметр их 11 см, высота тоже 10. Можно использовать абсолютно любые формы. Не обязательно бумажные. Даем хорошую полную расстойку 1 час. Обязательно во время расстойки прикрываем пленкой, чтобы не сохла поверхность. И выпекаем в разогретой на 180 градусов духовке. Глазурь буду для этих куличей использовать самую обычную, классическую. Беру 1 белок, столовую ложку лимонного сока и сахарной пудры. Можно использовать от 150 до 200 грамм. Я беру 200 грамм, чтобы она была погуще. И просто взбиваю миксером. Также можно воспользоваться и венчиком. Тем временем, средние куличи у меня готовы. Выпекались ровно 40 минут при 180 градусах. Большие оставила постоять еще на 5-7 минут подольше. Итак, средние выпекаем около 40 минут, крупные выпекаем около 50 минут. Я даю куличам полежать на боку буквально пару минут. Снимаю формы, предпочитаю их снять. Если вы оставляете в формочках, можете оставить в бумаге. И сразу же горячими я мажу глазурью. Она может немножечко подтаять, подтекать, но она очень хорошо схватывается и засыхает. Вот такая глянца становится буквально сразу же в течение 20-30 минут. В общем, мне больше нравится наносить глазурь на горячие куличи. Вы делайте так, как вам удобно. Можно и на холодные. И посмотрите, какой кулич на разрезе. На разрезе не так заметно, как когда вы отламываете его. Мякиш сочный, влажный, в меру сладенький, не чересчур. И такой воздушной, необыкновенной структуры. Я не могу даже передать вам словами. Вот это вот введение белков, взбитых отдельно от желтков, дает вот такую вот восхитительную структуру. Приготовьте, попробуйте. Есть еще время поэкспериментировать и выбрать ваш вариант куличей. Заходите в плейлист с пасхальной выпечкой. У меня там несколько вариантов и быстрых куличей, и мой любимый вариант на желтках, и творожные, влажные, сочные, сладкие куличи, и без дрожжей. Разный на любой вкус. Этот вариант от души советую. Выпечка получается замечательная, по-настоящему праздничная, вкусная, ароматная. Всем удачи! Вкусной вам выпечки! Поддержите меня пальцем вверх, а мы с вами совсем скоро увидимся в следующем видео. Всем пока!